Можно всю жизнь совершать вылазки на природу, ходить в походы, отдыхать летом у бабушки в селе и так и не узнать про клещей. А можно сходить на прогулку в ближайший парк и нечаянно подцепить этого опасного вампира. Поэтому, чтобы клещ не застал врасплох, некоторые базовые знания про него и про то, как с ним бороться в случае нападения, нужно все же иметь. Вот так выглядит клещ на тот случай, если ты не умеешь его распознавать. А вот так он выглядит, насосавшись крови. Любимые места клещей – это кусты и стебли травы, расположенные по обочинам дорог. Выше метра-полутора на кусте клещ обычно не поднимается. Любимое время суток – утро и вечер. Излюбленными же местами являются те, где кожа тонкая и нежная, внутренняя поверхность бедер, области паха и подмышек, шея, дети же с ног до головы. И запомните, клещи не прыгают на вас с деревьев. Они вообще не прыгают. Клещи активны с марта по октябрь. Это значит, что практически все теплое время года, когда люди стремятся вырваться из душных городов куда-нибудь на природу, они подвержены опасности знакомства с клещом. Клещи разносят целый букет заболеваний, но самыми противными и распространенными являются клещевой энцефалит и болезнь лайма – боррелиоз. От первого часто умирают или остаются парализованными инвалидами. Энцефалит очень, очень плохо лечится, как и фактически любая вирусная болезнь. Человек еще толком не умеет с ними справляться. От боррелиоза тоже можно умереть, но он лечится антибиотиками. По статистике, каждый десятый клещ в среднем заражен боррелиозом. Энцефалит, к счастью, все еще экзотика. Пока экзотика. Большинство советов на тему, как предохраниться от клеща, имеют сомнительную репутацию. Но существуют базовые правила. А именно, на темной одежде клеща заметить труднее. Поэтому, если есть возможность, пусть одежда будет светлой. При покупке одежды для отдыха на природе, обратите внимание, есть ли резинки на манжетах, куртке и брюках. Футболку заправьте в брюки, брюки в носки, носки в высоких ботинках или сапогах. На голове лучше всего иметь капюшон. По нему клещ сползет на землю, в то время как с шапки запросто может упасть вам заворотник. Клещей, которых вы найдете, еще не впившихся в кожу, следует сжечь. Другие методы их уничтожения малоэффективны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok